Владимир Бехтерев Владимир Бехтерев родился в семье Пристова, Михаила Павловича и его жены Марии Михайловны Бехтеревых, Елабужского уезда Вятской губернии. Образование получил в гимназии и Петербургской медико-хирургической академии. По окончании курса посвятил себя изучению душевных и нервных болезней и для этой цели работал при клинике профессора Миржеевского. В стенах отдела рукописей редких книг хранятся различные материалы и работы великого академика. К примеру, книга под названием «Годичный акт», выпущенная 5 ноября 1888 году. В данной работе ученый, постулируя отраженную природу сознания, вводит понятие его структуры и уровней. На основе критерия «сложность содержания и сознания» Бехтерев выделил ступени и уровни формирования сознания в антогенезе, то есть индивидуальном развитии, на исходном уровне в младенчестве, когда еще отсутствуют ясные представления. Наше сознание проявляется в неясном чувствовании индивидам своего существования. Бехтерев также тесно связан с Казанью и даже есть в личном составе Императорского Казанского университета. В свое время он читал здесь лекции и состоял профессором Казанского университета, а также заведовал психиатрической клиникой окружной Казанской лечебницы. Во время работы в Казанском университете создал психофизиологическую лабораторию и основал Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1893 году возглавил кафедру нервных и душевных болезней медико-хирургической академии. В том же году основал журнал «Неврологический вестник». В 1894 году Владимир Михайлович был назначен членом Медицинского совета Министерства внутренних дел. Умер Владимир Бехтерев неожиданно и быстро. Настолько неожиданно и быстро, что возникла еще одна легенда, будто кто-то отравил его специально из-за неразглашения тайной диагноза, поставленного им на приеме. Это случилось 24 декабря в Москве в 1927 году. Последней идеей Бехтерева была идея о создании Института мозга. Там он собрал удивительный музей нервной системы. Бехтерев хотел, чтобы этот музей стал именно музеем мозга. Пантеон мозга был учрежден, и судьба распорядилась им со свойственной ей иронией. Первым оказался в музее мозг его создателя. Похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Амир Юлдашев, Универньюз.